Мештиль Дросслер, здравствуйте. Вы заместитель директора Центра Всемирного Наследия ЮНЕСКО в Париже. Какие чувства вызывают у вас известие о взятии Пальмиры боевиками ИГИЛ? Мы очень обеспокоены и огорчены, потому что Пальмира – один из самых важных памятников в списке Всемирного Наследия ЮНЕСКО. К тому же он одним из первых был внесен в список в 1981 году. Это действительно очень важное место для всего человечества, уникальный образец греко-романской архитектуры. Пальмиру называют «Венецией в пустыне». Если древний город будет разрушен, сможет ли Венеска восстановить его? При определенных условиях восстановление возможно. Такое уже случалось. В бывшей Югославии восстановлен мост в Мостаре. Также в Афганистане статуи Будды восстановлены не были, но мы покрыли краской ниши, чтобы не допустить их разрушения. Мы также занимаемся реставрацией в Мали. То есть такая ситуация нам знакома. Но для проведения работ требуется восстановление мирной обстановки. Сейчас ЮНЕСКО может принять меры по борьбе с контрабандой. У меня просьба ко всем, кто нас смотрит. Контрабанду требуется остановить. Это самое главное – сделать так, чтобы исторические объекты не вывозились из страны и не продавались на международном рынке. Есть ли в регионе другие культурные объекты, для которых представляют угрозу исламистые? Вы уже приняли какие-то меры? Мы следим за ситуацией в регионе, не только в Сирии, но и в Ираке, а также в Ливии и в Йемене. Мы поддерживаем контакты как с властями, так и с неправительственными организациями, некоторые из которых продолжают работу на местах. Это позволяет нам получать информацию. Но положение дел очень серьезно. И я призываю международное сообщество помочь нам финансированием, если это возможно, потому что наши средства очень ограничены.